Давайте посмотрим. Немножечко игр уровня вышки. Вот так вот. Вот так. Эта игра, конечно, больше за выживание, чем за что-либо ещё. Хотя там весьма своеобразная ситуация в группе. Вот так вот. Но, скажем так, что швед, что шострела в нижней половине таблицы. Вот так вот. Обе команды лишаются хода. Но это, в общем, не так уж и плохо для хаоса, если они успеют задеваться. Ну, чувство, у тебя скоро будет целая коллекция клипов по халфам. Вот. Очень приятный минус. Не уверен, что стоило пяточника ставить на лос, можно же было выпустить нулевого... А, он снеглой. Тогда ладно. Тогда вопросов меньше. Снеглой на лос не хочется. Я смотрю, прям понеслась душа в рай. Аптека. Ну, вообще, я бы этого козла, может, даже бы и... Ну, не стал бы лечить, а просто помахал бы ему рукой. В общем, теперь это козел, это козел, как вот, знаете, у какого-нибудь башурика есть, когда у тебя миллиард разных травм, вся фигня. Вот. Поздравляю, спайдер. Такие голы всегда поднимают настроение. Только сейчас обратил внимание на лонорного флэш-голема. Особенно приятно, когда эти спланированные 11%. Прикрытие мяча какое-никакое. Ну, опять же, у шустрелы такой стартовый буст, что, в принципе, играть должно быть не супер трудно. Офигеть. Офигеть. Минус к ловкости. Ребята, а пощада для шведа будет, а то три травмы за, как бы, три хода. Точнее, за два был же минус ход. Три травмы за два хода. Еще, как бы, две перманентки, одна из которых... Две перманентки, одна из которых без реги... Ну, как бы, без аптека не сыграла. Это что-то полный адок. Не знаю, на мой взгляд, с такими кубами шустрела должен размотать изейши. Приточки. Что-то какой-то супер мясной матч. Все друг друга убивают. Блиц-воином. Да тут не просто пробой, тут целая бригада пробой. Вау. Вы поняли. Что происходит, ребят? Почему в матчах какого-нибудь Ситара и Диамеда такого ада не происходит? Согласитесь, что ад это единственное слово, которым можно описать то, что сейчас происходит. То есть, люди за два хода сделали минус пять. Был ивент на минус ход. Понимаете, да? За два хода минус пять на поле. Я, конечно, разное видел в этой жизни. Такое я вижу как бы... Ну, не то, что впервые, но, в общем, согласитесь. Аннигиляционный турнир Кинган. Ну, вот так я бы это назвал. Сошлись достойные противники. И не говори. Ну, ребята пришли друг друга уничтожить. Получается, просто на десяточку. Не очень понял этого ассиста, но ладно. На поле-то, в принципе, никого нет. Ну, вот. Ну, Шустрила, мне кажется, дропнет некров после этого сезона. То есть, он потерял теперь топового Войта, который был жив. Ну, в смысле, без травм. Он потерял топового целого Войта. Он потерял топового Волка в матче с Ситаром. Потерял... Не, у него, по-моему, там... Флэш-голем МНГ шел. Короче, ставлю на то, что и Шустрила будут реролиться после этого сезона. Готов поспорить. Такое, конечно, не каждый день увидишь. Да, он потерял голема. Офигеть. Рэш сгорел, похоже. Ну, Рэш сгорел еще в прошлом сезоне. Если мне не изменяет память. В этом сезоне он мог, скажем так, сжечь угли или что-нибудь подобное. То есть... Там уже на пожарище, может быть, еще бензином немножко полили. Но ни больше, ни меньше. А че случилось, Спайдер? Он там какую-то очень интересную миссагу на форуме написал? Или просто вышел из сезона? Че случилось? Ну, рано или поздно все мы сгораем, как говорится. А, после игры с Айс Рейном. Все, я понял. Ну, вообще, конечно, скажем так. По потерям я бы пока поставил бы на Шустрилу. Имеется в этом матче. Хотя, в целом, думаю, ощущение чуть пониже спины у него неприятное. Ну, это хороший, забавный, типичный ББ матч, где никто не будет доволен. Ну, спасибо, что не травма. А сегодня Диамет играет в Анноуне, да? А завтра Диамет играет в рубли, по-моему. Я сейчас проверю. Суббота в 20, да. Вот вчерешний матч Ситара был до какого-то момента интересный. Я думаю, что если бы в первом тайме орки подняли бы там игрока, когда они поджали мячик, кинули грязи Ситару в лицо, там все было бы намного интереснее. Ну, это для того, чтобы освободить еще одну линейку для более удачного фола. О, еще минус. Офигеть. В общем, Шустрила убивает. Прям как Мачете. И еще-то. Офигеть. Удаление, ну, это идеальный размен. Да... Чет Шведа стерли. Притом, честно говоря, я бы сказал, что Шведа стерли на лаки-дайсах. Привет, Сталин. На мой взгляд, это стирание чисто на лаки-дайсах. Ну, я понимаю, что у Шведы инвалидская команда, но все равно, как бы, лаки-лаки-дайсы. Это ради блица клавсой семиарморной. Ре-ролл. Кубики нашлись. Ну, клавса, как минимум, снизила вероятность получения МБ в лицо. Да, что-то в теме матча они особо не общались. Но догадываюсь, что у Шведа весьма смешанные впечатления. Жадно реролл. Не одобряю, не одобряю. Я понимаю, что хочется выбить клавсу, но... Вот сейчас пореролил бы там на какую-нибудь шляпу, вот мы посмеялись бы. Ну, вообще, конечно, так хаос редко бьют. В смысле, настолько успешно. Шведу, конечно, нужны вставания на колоколах, чтобы вообще зацепиться хоть за что-то. И суперпробой на лося. А где весь хаос? Извините. А где весь хаос? Хаос не завезли, да? Да. Ну, я хз, на мой взгляд, здесь, конечно... Ну, шустрели, надо очень постараться, чтобы не выиграть этот матч. Ну, ладно, если у Шведов встанут два игрока и будет хороший лосс... То какие-то шансы могут быть. Но вообще, конечно, слабо верится. Здесь натурально какое-то деление на ноль. Вот. У Шведов встал... О! У Шведов появился... У Шведов появился просвет, ребята. Извиняюсь за иронию и сарказм, но это похоже на просвет. В такой, тем более, непростой ситуации. Просветка-то вот там где-то в заднице носорога, и тебе пришло время по косплеить Эйс и Вентуру. Понимаете, да? Как говорится, всё лицо в просвете. Это очень важный минус в этой ситуации. Всё равно пока вся инициатива и преимущество у Шустрелы, но спасибо хоть на этом. И сейчас можно выбить нулевую гулю. Да, это поездка в нулевую гулю. Это правильно. У неё и Регина нет. Минус. Отлично. Очень хороший лосс. Первый лосс был шляпой, второй лосс очень хороший. У Шведов появились шансы. Не на победу. Вот с такой скамейкой победа не играется против мага. Но на ничью можно поиграть спокойно. То есть, если не будет супер-мага, не будет супер-пробоя, то Швед, наверное, додавят. Тем более некры, видите, сами бегут к нему. Некры хотят немножко в лицо. Жадно, жадно. Но кубы нашлись. И клавсу убрать. Кубы нашлись, пробой не нашёлся. А, ну ещё да. Ещё у некров остаётся вантерн. Вот об этом я забываю обычно. Правда, я испытываю некоторые сомнения по поводу того, будет ли вообще кем делать вантерн через некоторое время, как вы понимаете. Это правильно. Это самый безопасный, адекватный удар в этой ситуации. Как забоялось, Колян. Зидот вроде как бы не тряпка, мне казалось, предкоба. Он что, так и сказал, я не буду играть пока? Или как это выглядело? Я просто не могу представить. Или у него дела появились там, или ещё? А его всё ещё нет? Ну, может, у человека дела. Не знаю. Чё ты начинаешь? Я бы с удовольствием на замене бы поиграл за него. Чтобы ты не закончил сезон со счётом 9-0-0, а хотя бы 8-0-1. Правда, обычно, когда я предлагаю замены, все бегут сразу. Не знаю, почему. Что Тургут позорный, что Адант не менее позорный. Вокруг чё-то одни тряпки в сале. Докатились. Не уверен, что стоило делать этот рерол. Я понимаю, почему, но мне не нравится. Что уж это всё резко поплохело. Пора прятать мяч. Сейчас мак будет. Сейчас точно будет мак. Нет? Странно. Не, холопами я бы не стал, потому что холопами я не умею играть. То есть, я понимаю принцип игры, но не более того. А вот повыбивать говно 1800 хаосом я легко могу. Это я умею, могу. Практикую. Вот мне кажется, что если бы в этой ситуации шустрела дал мага с пробоем, швед бы ничего не сделал бы. Ну ладно. Ну, прикрытие, конечно, своеобразное. Скажем честно. Реролл. Нет? Какая сила воли у шведа? Вот когда нужна от бетосная игра, зовите меня на замену. Я... Я мастер от бетосной игры. У меня ощущение, что сейчас все дойдет до того, что шустрела пересушит мага. Ну, вообще, конечно, какой-то джихад полный. Вообще, я даже не припомню, чтобы некры кого-то так сдували, как в этом матче. Даже у меня, наверное, на некрах не было в ладдере таких матчей, как этот. Вот если бы здесь уронили, не удивился бы, если был бы Блиц в гулю. Ну, тут понятно, и он встанет на волчика. Или все-таки на гулю. Но волчек опаснее, мне кажется. Да. Подкат на волчке. И уйдет сюда, что ли? Рерол. Пришло время... Ну, сейчас-то мага пора. Вот сейчас точно пора. Вот он, этот момент, светлый, как коммунистическая... Чё? Ну, сейчас... Сейчас дай молнию! Ну, ладно, ладно. Ой-ой-ой. Сейчас, короче, этот парень даст сюда, и... Чё делает Шустрила? Эй, Шустрила! Ты же понимаешь, что ты даешь шведу гол Притом Честно скажем, довольно простой гол Шустрила хочет отдать игру Вот это больше похоже на правду Сейчас гарантирую, будет маг на единичку такими темпами Поискал приключений, как бы, здравствуйте Сейчас будет маг на единичку За такое надо На мой взгляд, шустрила сейчас, ну там Как бы надо, иногда надо успокоиться и перестать бить Все Господи, да хватит душить шведа Еще и половина травм перманентки Да я не понимаю, что делает шустрила, Колян Ну то есть Ну у тебя Блин, было же ситуации три, когда можно было дать мага Че он ждет-то? Ше это за мороз? Господи, еще спасибо Джиньос, джиньос, джиньос Смотрите, сейчас удар здесь, подходим Блиц сюда Если мы уронили волка Если мы уронили волка То просто вводим по губам Все Ну это жаль Ну Оставай шустры или просто уронить этого А, нет Не просто Вру Я бы, наверное, просто мяч подбирал Я бы просто подбирал мяч Это ошибка Вообще-то гол Ой, гол Что за Проще было просто подобрать мяч Вот было Проще было просто подобрать мяч Ну, окей, ладно Ты не пробьешь, будет удаление, наверное Нет? Просто Просто Если бы он поднял просто мяч У шведа не хватало игроков На то, чтобы забить Потому что вот этот игрок Он только впритык забегает Мда Это Два гафаи Не, ну я понимаю, что Как бы Счет До десяти Это слабая сторона Большинства игроков Бладбол Счет в районе десяти Еще раз Подбери он мяч Подбери он мяч У шведа было бы Очень мало возможностей Для того, чтобы Забить Там пришлось бы как-то Доджить воинами Надеяться на скаттеры Тра-та-та-та-та Шведу банально не хватало бы Игроков на гол Господи Что за вупсень, а? Как Как с таким пробоем И магом Можно Про Проядрить игру, ребята? Ну че Посмотрите Посмотрите на это Да просто Не, ну Шучит Вышло честно Как можно Отдавать игру С таким преимуществом Привет, Ситар Это как если бы я Джону отдал бы игру Да тут Ситар Даже хуже Посмотри просто На скамейку Шведа Посмотри на скамейку Шустрилы И задай вопрос Как можно было Отдать эту игру С магом С магом Уточню 14 пробоев 5 травм Аптека Не сыграла Куча Перманенток И ты Отдаешь Игру Имея Мага В большинстве Ой Господи Иисусе Вообще Позор Конечно На мой взгляд Вообще Конечно Позорненько Позорненько Почти сразу Ситар Там первые Три травмы В первые Два хода Там Там минус Три за два Хода Было Просто С места В карьер Сразу Заутюжило Шведа Кошмар Был В общем Иисусе